Здравствуйте, Евгения! Вы сегодня очаровательные и прекрасные. Вот на картинке прям конфетка. Ну, когда начинают говорить, думаешь, матерь божья, какая тоска. А что люди подумают, а я не идеален, а тут еще и картавлю. Доктор, это лечится? Да, ты не идеальный по своей какой-то внутренней линейке. Ну, ты классный, иди расскажи людям. Чтобы просто рассказать о том, кто ты, что ты и какой ты, нужно себя неплохо изучить. Седа Каспарова. Тренер по дизайну голоса, речи, публичным выступлением. Окончила Минский государственный лингвистический университет. Долгое время работала на радио и телевидении, была корреспондентом и ведущей ток-шоу, новостей, спецпроектов. Сегодня, проводя обучение ораторскому мастерству, Седа использует весь свой накопленный опыт и знания, помогая ученикам поставить свой голос, сделать его сильным и уверенным. Седа, спасибо огромное вам за то, что в эту снежную погоду вы все-таки добрались до нас по пробкам. Спасибо, Евгения, за приглашение. Открываю ваш сайт. Первое, на что я наткнулась, мой взгляд упал. На эту прекрасную формулировку курс «Голос может 5.0» «Школа речевого имиджа и дизайн голоса». Длинное красивое название. И очень модное, модное, да, часто встречается. Что такое дизайн голоса? Дизайн голоса и речевой имидж – это не совсем ораторское мастерство. Потому что каждый раз, когда мы работаем с нашими студентами, мы, с одной стороны, ищем, подсвечиваем и достаем, простите за это слово, из них сильные стороны, говорим, смотри, что в тебе хорошего. Смотри, ты можешь, сохраняя свою индивидуальность, звучать, проявляться, вести эфиры, выступать. Тебе не обязательно, если ты этого не хочешь, делать голос каким-то таким, или избавляться от шероховатости в речи. Ну, ты всю жизнь картавишь, ну, ты как-то с этим жил, и все равно ты можешь в этом состоянии, с этими данными быть классным спикером. И спикер – это не тот, кто собирает олимпийские, эй, там, брыжет гормонами. Это тот человек, который, будучи экспертом в своей сфере, может про это интересно рассказывать. Потому что публичное выступление – это ежедневное общение. И как только люди понимают, что можно не быть идеальным, их как-то попускает, они выдыхают, берут инструменты, применяют. То есть наш инструмент накладывается на их данность. И все, и дело пошло. Тогда следующий вопрос. Смотрите, если мы говорим про ораторское мастерство, если мы говорим про ведущих, например, раньше, в советское время, мы имели возможность слышать дикторов. Это было идеально, да. И любой дефект речи был недопустим. Сейчас мы видим, что у нас есть ведущие с дефектами речи. Это нормально. Более того, у меня в прошлом есть моя вокальная карьера. И когда мой продюсер говорил, блин, ты, конечно, классно поешь, но вот если бы у тебя был хоть какой-нибудь дефект, это было бы гораздо лучше. Потому что это хорошо воспринимается, это запоминается. Да, и сейчас получается это актуально, это модно. Что это? Почему? Это естественно. Если раньше, как и фотография, фотография раньше была прерогативой человеку, у которого были деньги на фотоаппаратуру, на реактивы, в целом пойти научиться, сейчас условно фотографом может стать каждый. Хорошо или плохо, это мы опустим. Опция подойти вот к этому великому искусству есть у любого человека. И выразить себя, свой взгляд на мир через мобильный, обычный. Та же самая история с говорением. Тебе сегодня не нужно быть диктором от Советского информбюро, говорит Москва, остальные города России работают. Нет, у тебя есть некая идея, как слоган конференции TED. Ideas worth spreading. Идеи, достойные распространения. И ты этим хочешь поделиться. Ну да, ты картавишь. Ну да, ты сопелявец. Но твоя идея больше, чем это все. Я при этом за то, что если ты можешь поработать со своей речью, сделать ее максимально приятной слуху, чтобы ничто не отвлекало, с этим нужно работать. Но это не говорит о том, что если у тебя от природы вот такой голос, ну твои гормоны такие, конституция твоя такая, ты по-другому не сможешь. И что сказать, слушай, тебе путь закрыт? Нет. Потому что смысл в тебе, идея в тебе, огонь в тебе сильнее. Вот я за то, чтобы в людях это подогревать, помогать им себе это увидеть и сказать, да, ты не идеальный по своей какой-то внутренней линейке, но ты классный, иди расскажи людям. В общем, то, чего боятся очень люди, это банальная самопрезентация. Выйти, познакомиться с другими людьми в какой-то компании, сказать, слушай, а я маркетолог, а я психолог, а я вот чем занимаюсь, потому что, а что люди подумают, а я не идеально, тут еще и коротавлю. В общем, дело труба. Поэтому мне кажется, что у каждого есть эта минута славы, на самом деле больше, чем минута. И когда подсказываешь человеку, что это возможно, тебе можно, иди делай, он идет и как минимум пробует. А дальше это его решение, продолжать развиваться в этой сфере или нет. То есть не обязательно быть публичным, если ты хочешь быть классным специалистом, но инструмент настолько близко, вот просто руку протяни, такого раньше не было. Я прекрасно понимаю, что, например, наши связки, это те же самые мышцы, которые нужно постоянно тренировать, также как нужно заниматься с преподавателем постоянно, если ты хочешь, чтобы поставить свой голос, хочешь, чтобы он был на уровне. Можете назвать, например, несколько звоночков, когда человеку стоит понять, что пора бы обратиться к специалисту и поработать со своим голосом? Задача. Это не просто звоночек, это такой колокольный звон. Оно тебе зачем? Это первый вопрос, который я задаю тем, кто приходит ко мне учиться. Масштабный продукт или индивидуальная работа? Зачем? Если ответ, ну, мне для себя, для общего развития. Я говорю, спасибо, ребята, мне не нужны ваши деньги вот в этом контексте. Я не хочу тратить ваше время, потому что я не увижу результата. Объясню почему. Когда ты просто проходишь какой-то курс, просто проходишь какое-то обучение и не планируешь это нигде применять, ну, это как прочитать себе статью в Инстаграм или полистать себе журнальчик. Ну, прикольно было бы что-то там знать и уметь, но я далеко не пойду. Вот в чем дело. Но если я понимаю, что мне нужно развивать свой личный бренд как эксперту, например, я врач, я хочу, чтобы про меня больше знали, приглашали на конференции, умение говорить мне жизненно необходимо, тогда я говорю, класс, у нас есть цель, мы будем с тобой работать онлайн, оффлайн, лично, да всяк по-разному. Ты будешь это практиковать каждый день в общении со своими клиентами, со своими пациентами, с домашними. Ты будешь свое внимание на этом фокусировать, и тогда мы с тобой получим результат. В противном случае человек придет, заплатит, он не увидит результата, и я не увижу. Мне важнее всего видеть, что человек меняется. Мне неинтересно, когда мы начинаем, продолжаем. Ему хорошо, он кайфует от самого процесса, может быть, но мне неинтересно. В конце я хочу понять, вау, вот это до и после, это наша работа. Этикет — это целая цепочка условностей, а для чего его нужно знать, без которых ваш культурный, финансовый рост невозможен. У вас будет, конечно, специальная тарелка для угощений, обязательная салфетка. Ну а покушать-то что-нибудь дадите? Это пример хороших манер. Что случается, если вы разлили чай на столе? Не принято мужа сажать рядом с женой. Почему? Потому что всю жизнь они сидят рядом. Дорогие друзья, меня зовут Александр Васильев, и я поделюсь с вами своими знаниями. Хорошо, про дефекты речи мы поговорили. Сейчас будет личный вопрос от меня. Я человек очень эмоциональный. Я много жестикулирую, за что периодически я получаю от наших подписчиков, естественно. Говорят, что как же так, ну зачем так много, зачем столько эмоций. Я приехала домой, говорю, мама, это было раньше или как бы это, я откуда-то нахваталась. Она такая, дочь, смотри видео. Раньше была такая кинокамера, вещдоки, на которой просто меня где-то сфокусировать и застать в одном положении просто невозможно. Ну вот я по природе такой человек, я ничего с этим не могу делать. Меня это не расстраивает, меня это вполне устраивает, но вот часто я отхватываю от наших хейтеров. Хочется спросить, доктор, это лечится? Со мной все в порядке. Со мной все в порядке. Все будет хорошо, потому что наши жесты, звучание нашего голоса, интонация, темп речи всегда зависят от нашей эмоциональности. Мы вовне выдаем то, что внутри нас. Мы говорим с собой. И если все ваши процессы внутренние, вот такие движовые, быстрая мысль, быстрая реакция, быстрое принятие решений, то откуда же мы найдем ведущую Евгению, которая будет, как Виталий Вольф, прекрасно сидеть и размышлять. А внутри тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Пони носится. Нет, это невозможно. Жест всегда поддерживает слово. Нельзя быть внутри вот таким ярким, пылающим, эмоциональным, вовне проявляться все время вот так закрыто и неэмоционально. Что это тогда будет? Это какое-то, ну, нечестность или что? Как это назвать? Жест, человек, мысль, голос, речь, они должны коррелировать. Они должны быть уместны относительно человека, относительно спикера, в данном случае вас, и относительно ситуации. То есть, если это, например, выступление на какой-то серьезной конференции, дяди-банкиры, собственники, все очень-очень такое, в костюмчиках, и вы в костюмчике, то, конечно же, вот это все будет несколько лишним, потому что не соответствует контексту самого мероприятия. Но если это условный тет, то вы можете выйти максимально расслабленной. Но и тема будет отличаться, потому что тема всегда диктует ваш внутренний настрой. То есть, если сейчас мы выходим рассказывать какие-то побасинки из жизни, это будет живо, весело, мы телом будем помогать. А если это история, которая перевернула мою жизнь, это будет размышление, это будет погружение, конечно же, вы сами себя будете этой мыслью замедлять. Все, и это такая система, наше тело, наши речи, голос, которые регулируют сама себя. Поэтому к кому-то просто не заходят люди, которые быстро как-то разговаривают или активно жестикулируют. Ну, извините, это ваше восприятие. Может быть, дома, да, я вижу это движение в сторону оперативного. Понял со мной, все в порядке. Просто может быть, если моя мама, например, всегда была очень спокойная, сдержанная, и папа был такой же. Я выросла вот в этом поле, мне кажется, что это нормально. Потом я выхожу и вижу, что вау, соседские мамы, папы, дети, они какие-то другие. Мне кажется, господи, что с ними, да с ними все в порядке. Они созвучны себе, поэтому говорение – это про проявление вот себя настоящего. Ну, с развитием социальных сетей, с пандемией мы все невольно стали спикерами онлайн. Каждый сущный программ. Да, особенно когда ты, я помню, заходишь, самая первая волна пандемии, помните, наверное, заходишь, и просто эти кружочки красные горят. Все, все разговаривают, все считают, что они могут тебя чему-то научить, им срочно нужно высказаться. Я, как человек публичный, ведущий публичную жизнь, мне самой даже сложно выйти в прямой эфир. Хочу несколько лайфхаков, мы к этому вернемся чуть позже, к этим словам, от вас, как себя все-таки настроить на прямой эфир, я не знаю, на выступление, вот прям конкретно. Опять-таки спросить себя, зачем? А ты можешь не выходить? И если что-то тебе внутри говорит, ну, в целом, да, там люди без меня справятся, ну, да, может быть, сегодня не время. Но если в тебе есть что-то, некий смысл, которым ты хочешь поделиться, и ты не можешь не выйти, он будет тебя дровить и говорить, давай-давай, пинать немножко. Это первое. Ты находишь смысл и цель. Организм должен понимать вообще тело, зачем мы идем страдать. Женя, зачем мы страдаем? Ну, потому что все вышли, мне надо. Это плохая мотивация. Ну, потому что у меня есть классный рецепт, как справиться с коликами у ребенка. Вот мне помогло, хочу, чтобы мамочкам помогло. Круто, тогда идешь и рассказываешь. Дальше отбросить мысль, что можно не волноваться. Ну, вот есть какие-то упражнения, чтобы перестать волноваться? Нет таких упражнений. Нет, нет. Всегда остается здоровая доля адреналина, которая помогает нашим глазам сиять. Щечки будут красные, но мы будем живые. Будем гораздо быстрее реагировать на какие-то внешние раздражители, вопросы, комментарии и так далее. Дальше просто прописать, о чем я буду говорить. Все-таки мы прописываем, да? Да, даже если ты, конечно, и ты волнуешься, и говоришь, друзья, это мой первый 48-й, 1029-й эфир. Вот, тема такая, смотрите, набросала несколько важных пунктов. Будем говорить про это, это и это. А, люди видят, что ты готовился, и это уже плюс карме. Б, ты всегда можешь туда заглянуть. Нернусь, да. Да, ладно, ну, кто транслирует, пусть идет. Это же выглядит очень завирально. Поэтому подготовка решает, когда ты думаешь о том, что, ой, я боюсь чего, я не знаю, просто набоюсь. Спроси себя, чего ты боишься. Кого ты боишься? Ты боишься критики? Какой? Каких вопросов? А вдруг мне спросят, ну, не знаю, о чем. Ну, не знаю, о чем. О чем? Ну, например, про детей. Хорошо, я не хочу поговорить про детей. А что я скажу, если этот вопрос все-таки прозвучит? Угу, и я продумываю какие-то варианты решения. И ты понимаешь, что, ну, в принципе-то не так страшно. Я боюсь всего лишь двух или трех вопросов. А что, если мне скажут, слушай, смойся, где ты себя нашла? Ну, спасибо, товарищ, переключите канал. Нас очень волнует ваше мнение. Да, 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 да. Разницу между пиццей и мнением. Пиццу я заказывала примерно и здесь. То есть, если подумать, а как это будет, а я зайду, из чего начну, тогда это из проблемы превращается в задачу. И я не думаю о том, а как мне так выступить, чтобы все сошли с ума и сказали, автор, пиши еще. Да никак. Реши свою задачу. Ты тогда будешь достаточно эффективен в общении, когда твоя речь, твое сообщение попадает в твою целевую аудиторию. И, быть может, сегодня в прямом эфире тебе надо разговаривать с ними максимально просто, буквально на примере стакана и тетрадки с ручкой, показывая устройство вселенной. Потом ты попадаешь на конференцию, и уже очень сложно, закрученно и мудренно говоришь об этом же, но с другими людьми другой лексикой. Поэтому здесь многое зависит от того, кем мы хотим себя видеть в моменте общения, какое впечатление мы хотим произвести, а главное, чего мы от этого всего хотим. Я хочу с людьми пообщаться, поговорить или выступить. Вот если задача первичная, я хочу, чтобы им было интересно, понятно, чтобы они что-то унесли с собой, тогда спикеру, человеку, говорящему, неважно какой у него опыт, будет проще. И финальный вопрос, задавайте его себе. С каким впечатлением вы хотите людей выпустить? Вот это все закончится, и что? Какую мысль они вынесут? Даже из 10-минутного эфира можно вынести потрясающую мысль. Потом вас будут отмечать и говорить, о, у меня миллионы сайтов. Это прекрасно. Заложите эту мысль, можно ее даже проговорить. Людям будет проще вас понимать. Мы, к сожалению, очень часто люди, скатываемся в то, что мне надо выступить, потому что надо, потому что все вышли, и это будет очень красиво. Кудри крутим, глаза красим, и что-то там говорим. Бога ради, у каждого есть возможность высказаться, пожалуйста. А дальше естественный отбор, и комментарии, и критика людей, они отсеют нужное от ненужного, и так далее, и так далее. Человек поймет, что, ну, может быть, это не мое. Но попробовать стоит. Потому что чем больше мы боимся, тем меньше возможностей новых мы впускаем в свою жизнь. Это всего лишь эфир. Это всего лишь коммуникация. Ну, скажешь, что, ну, где-то себя нашла. Ну, ну, да, хорошо. Зато вы уже пережили этот момент, и вам будет в дальнейшем не так страшно. Сейчас модно петь без гласных. Да. Тбой. Я один раз пришла в клуб. Это модная, но это стиль, да, а сцель. Да, 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 да. Вот сейчас гласные ушли из песен. Я пришла, я понимаю, что человек поет по-русски, но я не понимаю ни слова из того, что он говорит. Есть ли у вас какая-то мода, вот, я не знаю, у спикеров на что-то? Что-то поменялось сейчас? То, что я вижу, это эксперименты. Это эксперименты и импровизация на тему того, что происходит на зарубежной сцене. Когда ты выходишь, например, недавно у меня был случай, сам помнишь? И вроде бы не смешно, но пошутить надо. Или если ты пытаешься принять эту мифическую позу силы, сегодня в зрительном зале будет олимпийский, а там сидит 10 человек в твоем зальчике, да, но ты пытаешься там кого-то забрызгать своими горбонами, осчастливить. То есть это, с одной стороны, может выглядеть как-то странно, не совсем конгруентно, может быть, нелепо, но, с другой стороны, я бы не стала над этим смеяться, потому что спикер ищет себя. Мы уже устали от того, что взяли папочку, пришли, стали возле тумбочки. За прошедшие 5 месяцев наша компания провела такую-то работу. Круто, уже так не хотим, уже скучно. А как я могу по-другому? А где еще человеку экспериментировать, кроме как в живом пространстве? Мы можем сказать, собирайте своих друзей, как в книгах по ораторскому мастерству пишут, усадите своих знакомых, репетируйте перед ними. Ну, камон! Во-первых, родные и знакомые никогда тебе не дадут обратную связь. Абсолютно, объективно. Они некомпетентны, у них нет инструментария, чтобы дать тебе этот фидбэк. Поэтому ты каждый раз выходишь на люди и пробуешь что-то другое. Да, шутки не заходят, шутки за 300 вообще не твой номер, не стоит. Начинать выступление с вопроса тоже. Интерактив может быть не твое. А что, если твое это философство не на тему? Ну, Джобса это классно получалось. Его же постоянно разбирают на цитаты. Это ведь не было выступление, как у Тони Робинса, когда ты вышел, все, я в контакте обаял. Нет, мы следили за тем, как мысль рождается. И чего себе, он делится с нами каким-то сакральным знанием. Ты как будто бы следишь за этим процессом философствования. И может быть, это и есть твой способ коммуникации с аудиторией. Просто попробуй. Да, ты отмотаешь потом пленку, и окажется, что год назад, о господи, это кто-то видел, какой позор, уничтожьте, пожалуйста. Но это тот опыт, который помог родиться твоему какому-то новому стилю. Поэтому я сейчас вижу, что с одной стороны мы становимся более свободными, начинаем искать. С другой стороны, не всегда удачные эти находки. Но то, что люди ищут и не останавливаются, меня очень радуют. Ну, правда, дальше? Это прикольно, тысяча, тысяча. Сейчас модное слово off-top. Off-top. Есть две стадии алкогольного опьянения людей. Люди, которые, выпив определенное количество алкоголя, теряют совершенно гласные, говорят... И люди, которые, выпив определенное количество алкоголя, говорят только гласными. Вот. Off-top. Lifehack. Inside. Криш. И дальше по списку. Как вы относитесь к этому? Используете ли эти слова? И вообще, засоряет ли это наш язык? Или в дальнейшем это тенденция, которая станет потом нормой, и мы заимствуем эти слова, как бульон, парашют и прочее? Вот как вы относитесь к этим нововведениям? Это так забавно, потому что армянский журналист, который прожил всю жизнь в Беларуси, сейчас будет говорить про русский язык. Это забавно. Но вы хотите песен, их есть у меня. Я думаю, что здесь опять-таки все зависит от ситуации. Когда вы общаетесь, если вы айтишник, например, общаетесь с айтишниками, логично, что вы будете использовать аббревиатуры, какие-то сокращения, какую-то профлексику, понятную только вам. Если вы маркетологи, и вы тоже будете разговаривать на своем птичьем языке маркетологов, у тренеров это свое и так далее, и так далее. Но если условно я общаюсь с бабой Дусей, будет странно, если я скажу, бабуль, у меня есть лайфхак, как шерить пай. Что? То есть способ разделить пирог, а можно как-то по-русски сказать нормально. Здесь все-таки стоит смотреть на своего собеседника и включать мозг, думать о том, будет ему понятно или нет, чтобы, с одной стороны, быть с ним в одном инфополе, культурном поле, коммуникационном, ценностном, а с другой стороны, не вызывать это чувство неловкости. Очень часто на мероприятиях, когда спикер начинает сыпать, мне, мне... Я в пирогическом хочешь сказать, стоп! А, все, я поняла. Это было хочется сказать, потому что есть сила, а в большинстве своем... Ты будешь кивать, потому что все молчат, видимо, всем понятно, а мне неловко сказать, что я ничего уже не понимаю последние 20 минут. Я буду кивать, выхожу с пустой головой, которая разбухла от того, что в нее что-то уже 20 минут пытаются воткнуть. Поэтому надо ориентироваться на свою аудиторию и понимать, могу ли я сейчас обойтись без этого слова. В большинстве своем это бывает достаточно сложно. Лайфхак. Если разбить это слово по частям, хакнуть, это что? Это взломать, это взломать систему, то есть это что-то, способ решения какой-то задачи, какой-то и очень интересный, раньше этого не было. Это что-то про быстроту и оперативность. Это не про я нашел способ, как открыть глазницы и бутылку пива. Нет, это прям лайфхак. Это что-то такое острое, модное, молодежное. Те же инсайты. Открытие, это вроде бы не открытие, что это, осенило меня, да тоже вроде не осеняло. Что это? А инсайт, ага, понятно. Это, видимо, я смотрел чье-то обучение, смотрел фильм и озарило. Но озарение слишком по-библейски. А инсайт, это ну как-то вот ложится. В таком случае можно бросаться на слова футбол и говорить, давайте на гомяч. Бросится к слову лифтер, потому что лифт английский, а эр это французский. Ну, язык же системы подвижная. И он очень быстро реагирует на то, чем мы живем. Через пару лет какие-то слова там рут, просто потому что, может быть, лайфхак уже не будет таким лайфхаковым. Ну, а вот ваши прогнозы, что-то, это все-таки временная какая-то тенденция? Или они могут с нами в целом нормальный сценарий развития языка? Заимствование, обновление. Другой вопрос, что мы меньше сейчас стали вербально общаться. И даже записать аудиосообщение, это даже огромная беда, огромное дело. Поговорить? Нет. Если поговорить, то лучше аудио, потому что я не хочу общаться с человеком. Нам сложнее и сложнее становится это делать. Да, и лучше что-то там лапкой черепнуть, чем быстро, чем позвонить и поговорить, потому что этот навык уходит. Поэтому мы вносим какие-то слова, заимствования, которые упрощают. И дальше человек уже додумывает. Мы ему бросили лайфхак, мы ему бросили инсайт. Ага, все, чик. Он уже собрал, как в игре «Крокодил», некое представление о том, о чем мы сейчас с тобой разговариваем. Но все же зависит от вашего собеседника, от уровня его развития. Условно, общаясь с людьми достаточно высокого уровня статуса и класса, вы поймете, что там с русским языком все в порядке. Потому что, с одной стороны, это old school, старая школа, да, или все-таки старая система образования. А с другой стороны, ставки слишком высоки, чтобы вдруг быть неправильно понятым. Потому что, когда ты говоришь «стол», мы понимаем, что это стол. А если это поверхность, на которую можно что-то положить, или мы заменяем это каким-то другим словом, тут будут вариации. Поэтому язык — это ведь передача некой информации, некого кода. И я должна быть уверена, что вы раскодируете это правильно. Американский лингвист на Амхонске как-то очень здорово сказал, это, к сожалению, непрямая цитата, если бы у языка была только утилитарная функция передачи информации, сам язык не был бы нужен нам. Нам бы хватило азбуки Морзе, чтобы отстучать в одной точке, и также это отстуканное интерпретировать без потери смысла. Но мы же вкладываем в говорение не только «стул идти, нога лежать», а что-то большее — себя, эмоциональность, отношение к предмету. Поэтому-то все так и сложно. Поэтому ваш язык будет отличаться от моего. Разное воспитание, разные проис... Background, простите. Да, разный background. Мы сегодня кидали эти словами. Все разное. Книги разные, которые мы читали. И это одна из тех причин, по которой люди боятся или не решаются легко или смело выступать, проявляться через голос, через речь, потому что ты открываешь рот, и становится понятно, какую книжку ты прочел в последний раз. Это был Паула Каэли в девятом классе, и все, а тебе 40. Или все-таки есть еще что-то. Нам проще скинуть ссылку, дать какие-то слова заимствования. Мы ведь не всегда понимаем, что это такое. Очень часто такое бывает. Это гринж? Что это? Это гринж, похититель волшебства, это посыпка на кекс? Что это? Я периодически тоже путаю. Но вроде бы как, выбрасывая вовне эти слова, мы создаем некий флер, что я человек продвинутый, я все знаю, да. И вроде как все в курсе. А на самом деле, когда ты задаешь человеку вопрос, ты понимаешь, что ага, глубины-то там не очень много погружения в тему. Ну, просто потому что. И мне хотелось бы поднять такую тему, как честность и альтер-эго. Вы говорите о том, что если тебе каких-то качеств вдруг не хватает, то ты можешь их заимствовать у тех персонажей, которые тебе близки, у тех людей, которые тебе близки, и как специями это все присыпать. Ну вот честность. У меня не зря на столе лежит книга Ларри Кинга. Мы будем по ней гадать. Мои восьмые страницы, третьего любимого Ларри Кинга. И он рассказывает о том, как он впервые попал на радио. Была его первая программа. Он приехал в Майами-бич. Он мечтал работать на радио. И вот наконец-то его поставили. Утренний прямой эфир, трехчасовой, впервые. А раньше диджеи сами включали и подводки, и музыку. И вот он садится. И вот остается минута. И он уже подготовил текст, и он уже знал абсолютно, что он будет делать. Он выводит музыку, а во рту все пересохло. Он ее убирает. Он снова выводит музыку, и снова не может ничего сказать. Он снова выводит музыку, и снова не может ничего сказать. Заходит директор, говорит, вообще-то здесь нужно говорить. И тогда он говорит, к микрофону придвинулся и говорит, доброе утро. Сегодня я вышел в эфир первый раз. Я мечтал об этом всю свою жизнь. Я репетировал весь уикенд. 15 минут назад мне дали новое имя. Я приготовил музыкальную заставку, но во рту у меня пересохло. Я нервничаю, а директор радиостанции только что пнул дверь ногой и сказал, здесь нужно говорить. Так вот, когда уместно взять и присыпать, скажем так, специями свое выступление, а когда уместно быть честным, как Ларри Кинг? Потому что, когда он это сказал, он получил огромное количество откликов, и люди прониклись этой честностью и сказали, блин, спасибо тебе за то, что ты был так честен с нами. История прекрасная. И с одной стороны иллюстративная, а с другой стороны мы же не знаем, какую задачу он ставил перед собой, что, о чем он думал, когда решился сказать и описать действительность. Вот, а Кинг, что вижу, то пою. Ребят, я волнуюсь, стрессовая ситуация, вот такая беда со мной приключилась. Может быть, это и было про то, чтобы запомниться в глазах аудитории, как свой рубаха парень, чтобы они посочувствовали ему. Может быть, это от того, что у него не было другого инструментария, он тянул время, чтобы прийти в себя. Мы не знаем, но это произвело впечатление. Он ведь мог этого не делать, откашлиться и сказать, то есть, я, мы начинаем, и что-то там было, как-то бы было. Но он выбрал этот путь. Но все-таки не дурак. Я не думаю, что он был в таком параличе, что решил, я проговорю эту длинную тираду, и, может быть, она меня спасет. Я думаю, что это все-таки был его спасительный круг. Потому что все равно он этой фразой произвел впечатление. Я за честность в любом случае, но что мы считаем честностью? Если я хочу, чтобы моя аудитория была понятна и интересна, то я буду готовиться, я буду искать какие-то приемы и примеры, я буду думать, как я буду с ними взаимодействовать. В обычной жизни я так не делаю, просто потому что у меня нет ситуации коммуникации такого рода. Я разговариваю с мужем, с ребенком, с друзьями. Наш диалог дома не начинается со сторителлинга. Знаешь, милый, я зашла домой и поняла, что в этот день все изменилось. Нет, что мне принесли письмо и дальше там какое-то быстрое развитие событий. Мы все равно производим некое впечатление. И в этом нет ничего дурного. Вопрос только в том, какого себя мы показываем. С одной стороны, соцсети, они накладывают на нас некий отпечаток, и мы сами от себя ждем некого образа. Ну, хоть в сторис я буду счастливым. Хоть в сторис я буду веселым и говорили вам, на самом-то деле я дико боюсь людей. Но, может быть, это мой способ контакта с собой, познания себя. И с одной стороны игры вот в это, а с другой стороны это мое позволение. Но если я здесь могу, то, может быть, я и в обычной жизни могу так чувствовать себя свободнее, интереснее и так далее, и так далее. Для меня это все-таки как плащ Бэтмена. Это некий образ, в который я вхожу, чтобы действовать. Тогда мы говорим себе, все, соберись, пошли, все. Мы улыбаемся, когда у нас не очень хорошее настроение, и мы тем самым пытаемся как-то себя приободрить. Сказать лишь, что это не честно, ну, может быть, да, но тогда мы рискуем скатиться в жертву, в печальку и в тоску. Но мы тем самым себя вытаскиваем и что-то из себя делаем. Женщины поймут, я думаю, что вы тоже знаете, когда совсем никак, все убитое состояние, ты идешь в душ, приводишь себя в порядок, какая-то там минимальная почерка глазки, и как-то уже и хорошо. Уже гораздо лучше. Уже гораздо лучше. И где здесь честность? Ну, и то честно, и то честно. Но нас же интересует момент проживания вот этой ситуации общения. Мы хотим, чтобы это было как? Честно, значит, не подготовлено. Честно, воспринимайте меня таким, как я есть. Нет. Никто, я не буду говорить за всех, но никто не хочет видеть спикера, который не готовился. Никто не хочет видеть спикера, который вот уже 20 минут не может склеить слово со словом, потому что волнуется. мы все ценим свое время. Поэтому, мне кажется, всегда, когда мы выходим в публичное пространство, мы включаем некую свою вторую роль. Вот ту самую дорогу, про которую я говорила. Это не отдельно взятый человек, который не совместим со мной, но это тот образ, который я могу смело вынести в пространство. Потому что, если я выхожу вовне, как я мама, я жена, я душа, я человек, это может быть опасно. Люди всегда очень по-разному реагируют. Кто-то будет критиковать. Но ты стоишь максимально незащищенным. кто-то будет критиковать, кто-то будет как-то странно реагировать. Можно сказать, что, ой, да мне плевать, что ты про меня подумаешь. Нет, ну не бывает такого. Да, ты обрастаешь неким панцирем, кожа грубеет, но все равно нам хочется, чтобы наша мысль была услышана. И мы начинаем немножко напрягаться, когда в ответ на наше «Эй, привет!» слышим, «Ты что вообще? Делать сюда!» Ну, переводим на любой контекст. Поэтому, когда у нас появляется некое публичное альтер-эго, тогда на авансцену выходит человек, который выглядит как я, ведет себя по сути как я, но он более смелый, он смотрит в глаза, он задает вопросы, он не боится критики и нападок. Это его роль. Потом мы говорим «Все, спасибо, снято, я снимаю этот костюм парадный, вешаю на вешалочку в шкаф и дальше возвращаюсь домой в образе мамы и так далее, и так далее». То есть, это некая социальная роль. Мы же можем на тренировку и должны поехать в спортивном костюме, а не в вечернем платье. То же самое. Поэтому, на мой взгляд, важно найти ту самую роль, в которой ты будешь выходить к людям. Это не про то, чтобы играть, не играться, а про то, чтобы тебе в этом пространстве было комфортно. То есть, я, мама с гулькой на голове, не могу быть спикером. Я не в том состоянии. То состояние я приобретаю, когда настраиваюсь, думаю о выступлении, репетирую свой выход, одеваюсь. Я, одевая себя, прихожу в некое правильное состояние, которое мне энергетически позволит вытянуть это все. Вот я за это. Получается, честность – это как некий механизм, когда он уместен, и его можно где-то использовать. Некий инструмент. Честным нужно быть всегда. Здесь то, о чем мы говорим, это вопрос подачи скорее. То есть, антипут честности – это нечестность, это неправдивость, это ложь. Мы всегда честны. Вопрос подачи. Если мы говорим, мне страшно, я волнуюсь, я боюсь, так себе посыл. С ним, выйдя к людям, вы ничего хорошего не услышите. Но если вы говорите, мне волнительно сегодня быть здесь, это значит, что для меня это ценно. Да, внутри трепет и возбуждение, вот это excitement, которое называется. Но это не я не могу связать двух слов. Это разное. Честно сказать о своих эмоциях – да, но как ты их упакуешь? Вот для меня в этом разница. Честность должна быть всегда абсолютно, потому что как только ты начинаешь юлить, тебя обязательно где-нибудь подойдут. Обязательно, да. 100%. Значит, у Ларри Кинга есть прекрасный такой макет, как вписать вот эту честность, как правильно этим воспользоваться. на своем курсе вы говорите о том, что учите своих слушателей относиться к себе серьезно. Да. Ну, по крайней мере, вы так говорили в интервью. Ну, по крайней мере, не обесценивать то, что… Это да, это обязательно. Но вокруг с экрана телевизора, планшета, телефона мы все слышим относитесь к себе проще, к жизни проще, к людям проще. Вот это проще, оно не усредняет ли нас и не культивирует ли в нас вот этот синдром моего любимого самозванца, которым я страдаю безумно, и просто большинство моих талантливейших друзей этим синдромом страдают. Как вы считаете? Есть разница между просто и примитивным. Просто это значит понятно. Когда ты, например, можешь рассказать о том, чем ты ценен, интересен, чьи проблемы ты решаешь, кто ты вообще в этом мире, на этой земле, просто, например, их простыми словами, не пряча глаза, не думая о том, что ну как бы я такой же, как и все, ну нет, это не так. Даже занимаясь одним и тем же делом, мы все равно разные, потому что мы привносим в это дело себя, свою душу, свой опыт, свой подход к решению какой-то задачи или проблемы. Поэтому относиться к себе, я думаю, что все-таки стоит серьезно, как к проекту. Мы же относимся серьезно к своей работе. Почему не рассматривать себя, и свою жизнь как некий проект? И да, можно сказать, что нет, надо же пуститься на волю случая или жить в кайф, да бога ради, живите в кайф. Но жизнь, это же, простите, не булочку в магазине купить, ты же ежедневно совершаешь какие-то действия, которые приводят тебя к какому-то результату. Как можно к этому относиться несерьезно? Может быть, здесь речь логично вести о том, чтобы не считать себя супер-пупер-невероятной звездой и не завышать представление о самом себе. Вот это да, но это не про серьезность, это про, ну, может быть, горделивость какую-то, может быть, необъективную оценку, и это уже обратная сторона медали синдрома самозванца. Я думаю, что все-таки серьезность – это хорошо, трезвость – это также хорошо, и просто поди-ка ты сумей просто рассказать о себе, это сложно. Чтобы просто рассказать о том, кто ты, что ты и какой ты, нужно себя неплохо изучить. И это тоже про погружение в себя, это то, чего мы боимся. Нам проще сказать, что нет, нет, я такой же, я обычный, да ну, такие же маркетологов, как я, миллион. Эй, нет. А когда ты даже делаешь банальное задание по самопрезентации, ты можешь зависнуть на нем, как мои студенты зависают, на неделю, потому что впервые за много лет человек вдруг начинает искать в себе сильные стороны, начинает искать поводы гордиться собой, и сначала это отрицание, нет, во мне ничего такого нет, я совсем обычный, нет, не превращайте меня в необычного человека, я хочу достаться таким же. А потом, когда ты, простите, наседаешь и говоришь, нет, пока ты не найдешь это, пока ты не вспомнишь, и вдруг оказывается, ну, вообще-то да, вот у меня такой проект был классный, меня похвалили, а вообще-то я китайский знаю. Знаешь? Может быть неким списком, да, вы попросите написать список? Да, 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 список сильных сторон, то есть ты знаешь китайский, то есть чтобы выучить китайский, сколько тебе потребовалось усидчивости, смелости, терпения, и это что, это не считается? Ну, как-то, ну, это так себе, ну, все знают китайский, да, кто же его не знает, как бы его. Естественно, каждый день. Да, абсолютно. И когда ты таким образом из человека достаешь впервые за долгие годы, он вдруг начинает видеть себя со стороны и понимает, что, мм, а ведь я могу, а ведь я молодец. И вот это то самое ценное, с чем я потом человека и отпускаю. И здесь опять-таки не важно, коротает он при этом или не коротает, когда он в себе нашел то, от чего его, простите, прет и несет на крыльях. У нас на выпускном была чудесная девушка, был первый выпускной, по-моему, прошлая весна. Она заикалась. Это был зал на 150 человек, если не ошибаюсь. Она подняла руку, взяла микрофон. Я лично ее не знала, потому что ее вела куратор. И она начинает говорить, и я понимаю, что у меня просто бегут мурашки и слезы, и мы все стоим. Потому что это про смелость. Конечно. Потому что, имея достаточно серьезное заикание, прийти на курс по речи, боже мой, я просто бью челом и снимаю шляпу, дойти до диплома, взять микрофон и на весь зал сказать, что это было замечательно. Все нас просто размазало. И это было лучшее выступление. Мы все стояли вот в этом приподнятом состоянии, потому что, ты понимаешь, вот ради этого все и затевается. И она в этом идеальна, потому что она получила гораздо больше, чем все остальные. Она, может быть, получила свою новую смелость. Это как волшебник из стороны ОС. Кто-то пошел за смелостью, кто-то за мозгом, кто-то еще за чем-то. Вот она свою смелость получила в этом путешествии. Можно ли сказать, что вот этот список из сильных сторон это как некий, опять же, инструмент для тех, кто, как и я, страдает этим синдромом самозванца? Есть, да. Мой прекрасный коллега, Роман Тарасенко, наш общий знакомый, он рассказывал в беседе о классном инструменте, как работать с этим синдромом самозванца. Один из. когда ты воспринимаешь себя и позиционируешь себя как будто бы от третьего лица. То есть, не я Евгения, я не могу ехать туда, или я не могу работать за такие деньги, я не готова сидеть два часа плюс. А Евгения не готова работать дополнительно еще два часа, например, без оплаты. Евгения не готова в свой выходной встречаться с кем-то, кто написал, пойдем кофейку, дрябнем. Мы рассказываем о себе как об отдельной творческой единице. И это не звучит как раздвоение личности. Нет, ну просто Евгения как творец, как бренд, как человек бизнеса и так далее, она вот так не работает. Все. И тогда мы совершенно по-другому на себя смотрим. Тогда нам проще сказать нет. Тогда нам проще не взваливать на себя миллион дел. Потому что Женя как Женя скажет, конечно, мне интересен этот проект, я согласна, давайте обязательно встретимся, ведь я всегда, да, да. Нет, Евгения делает по-другому. Ага, ничего себе. Просто проговорить, просто представить, что я смотрю на себя как на другого человека. Вот передо мной сидящая телеведущая Евгения, она вообще как? Она пойдет на такое? Не девочка Женя? Да. И здесь случается волшебство, потому что вдруг человек начинает видеть себя иначе. Я могу отказать кому-то глаз, или я могу позвонить и предложить кому-то что-то. Круто. Это очень круто. Даже просто когда вы сейчас говорили, я уже думаю, действительно. А, я пойду-ка скажу после съемок, да. А съемка изменяется? Все, да. Меня зовут Алексей, фамилия моя Сухарев. Я эксперт по стилю, практикующий стилист. Итак, что же, по мнению стилиста, должно быть в гардеробе каждой стильной женщины? Часто бывает, что желание быть очень модной играет с женщинами злую шутку. Мы видим огромное количество трендов, надетых разом, и, собственно говоря, никакого стиля в этом нет. Не существует одинаковых людей. Невозможно разделить людей на четыре кучки, назвав их временами года. Осень-зима, контрастное лето, или как там еще это все называется. На мой взгляд, залог стильного образа это правильная работа с пропорциями. Есть одно прекрасное правило. Если мы используем объемную вещь вверху, то внизу такой объемной вещи быть не должно. Главное преимущество белой рубашки это то, что она в состоянии усмирить и погасить даже самую нарядную вещь. При помощи одежды мы можем рассказать людям о том, чем мы занимаемся, какие у нас увлечения, какие у нас хобби, какие у нас в жизни цели. Совершенно необязательно тратить огромное количество денег для того, чтобы выглядеть классно. Я Алексей Сухарев и я поделюсь с вами своими знаниями. Хочу поговорить о технической стороне марафонов. Я, честно, проходила один из продуктов Елены Блиновской. Мне об этом не стыдно сказать. И как бы... Я человек интересующийся, поэтому мне было интересно. Так вот, сама технология. Людей, слушателей собирают в один чат и туда накидывается огромное количество голосовых сообщений, которые надиктовывает собственно Елена сама. Я надеюсь. И ты понимаешь, что ты выполняешь ее задание, ты идешь за ее голосом. Все-таки мы же лично с ней никогда не встречались. Мы слышим только ее голос. Огромное количество голосовых сообщений. ты доверяешь ей. Ну, не ей, может быть, ее менеджером свои самые сокровенные мечты и желания. Люди, я не была, но приходят на ее выступление в ВТБ-арена, где, по-моему, Крокусова собирала, я не помню точно. Что такое в ее голосе? Что люди идут? Почему они идут? Только голосовые сообщения в чате. Мы же ничего больше не видим, не слышим. в смысле не видим, не общаемся лично. Почему люди идут? Спасибо за вопрос. Как говорится, позвольте мне немножко расшириться в этой теме и отойти от голоса конкретного персонажа, чтобы не полоскать эту историю и поговорить, порассуждать о силе, о значении голоса в нашей жизни и в способности воздействовать на других людей. Я не про НЛП сейчас, я не про какие-то технологии. В целом, голос – это ведь проявление нас. Это некая вербализация, озвучивание того, что есть внутри. До момента, пока человек не заговорит, мы о нем немногое знаем. Мы видим, как он проявляется жестом, телом, походкой, но как только озвучит это А, Б, или «Здравствуйте, рады вам», как-то вот мы начинаем из этих кусочков пазла составлять представление о человеке. Почему нам те или иные голоса, например, нравятся, заходят, мы их считаем привлекательными, интересными и так далее? Потому что они достраивают некую картину нашего внутреннего мира, понимания прекрасного и так далее. Если, например, в моей семье мама и папа разговаривали вот таким голосом, голосом, как я говорю, фей цветов, он был достаточно высокий, ну, папа нет, мама, бабушка, умиротворяющий, мне кажется, что вот это и есть то хорошо, которое я хочу видеть, слышать и так далее. И когда я вижу и слышу людей, которые разговаривают так, я автоматически открываюсь, потому что это как мама, это что-то привычное и знакомое. Если, наоборот, я привыкла к таким голосам, как у Рапшаны Курковой обожаемой, как у Елизаветы Боярской, тоже ее люблю, мне кажется, что это мега красиво и сексуально. Многие мужчины думают, господи, ну как, ну ты ж нельзя, это же не женственно, потому что у них своя некая картинка и свое представление о красоте. Это первое. Второе. В голос мы ведь всегда вкладываем какую-то эмоцию. Мы можем просто даже мычать что-то и на человека это произведет впечатление, потому что голос как волна, как энергия. И здесь опять-таки нет эзотерики, шизотерики, это чистая физика. Он ведь проникает в нас. И если расширить картинку и представить, что мы в живой аудитории, то человек своим телом поглощает часть звука голоса, говорящего человека. Он не просто влетел в ухо, он прошел в меня. И он где-то во мне резонирует, отдается и так далее, и так далее. Поэтому если есть этот контакт, если мне этот голос кажется приятным, он мне напоминает что-то, или эта интонация меня расслабляет, успокаивает, мне хорошо в этом пространстве, я всегда буду настраиваться на то, чтобы, ну да, быть в контакте с этим человеком. Я думаю, что каждый из наших зрителей вспомнит ситуацию, когда, ну вот, видишь человека, вроде же, особенно знакомство парень-девушка, вот на картинке прям конфетка, но когда начинает говорить, думаешь, матерь божья, какая тоска, ну что-то вот такое, или в голосе неприятное, какая-то хрипотца, или слава зажевывает, и все, и вот эта картина взяла и порушилась. Лучше бы молчал, как говорится, молчи за умного сойдешь. Поэтому здесь история про попадание, с одной стороны. С другой стороны, про некую, вот у дизайнеров, художников есть насмотренность, ну нет, наверное, слова наслушанность, но представим, что оно есть. Когда ты общаешься с многими разными людьми, ты уже в целом по речи, по голосу начинаешь их немножечко считывать и понимать, что за человек передо мной, потому что у тебя есть некая выборка. И ты ловишь какую-то, например, искусственную нотку и сразу недоверие, что-то вот не то. Ну, например, если я захожу и говорю, здравствуйте, Евгения, вы сегодня очаровательные и прекрасные. И вы слушаете и думаете, нет, ну это очень сделано. Но если бы это было Женя, привет, такая сегодня хорошенькая, очаровательная, я так рад тебя видеть. И это по-другому, потому что это подача, например, отсылает вас к дружескому общению и так далее, и так далее. Просто, когда спикер попадает в свою аудиторию, когда одно релевантно другому, вот случается этот контакт. Это и в межличностном общении, и в масштабном. Здесь не про чудеса гипноза и так далее, и так далее. Это в целом про умение управлять голосом, умение интонировать, делать акценты на важных вещах. Например, стакан пуст, а не стакан пуст. И вот этим акцентом на пуст я обращаю внимание именно на его состояние, опустошенность и так далее. Все. И человек, который владеет словом, владеет голосом и достаточно долго в этом живет и развивается, он научается через голос, через речь, даже не имея картинки, доносить какие-то смыслы. И на самом деле иногда это делать гораздо сложнее, потому что, когда у тебя есть визуал, когда ты на телеке, ты всегда можешь отвлечь жестом, прическа, декольте, ногами, всем чем угодно. Когда от тебя остается только голос, попробуй-ка что-то передать через него. Это сложно. Согласна. Значит, что-то у него получилось. Абсолютно. У каждого, на каждого купца найдется, на каждый товар свой купец. Вот. Поэтому, когда аудитория со спикером сходится, все, случается волшебство. А кто-то пишет мне, что у вас деревянный, негибкий голос. Бога ради, спасибо. Все. Я ничего с этим не сделаю. в ее картине это так. А кто-то говорит, что я как будто бы новости смотрю, мне не нравится. Отлично. Ну, вот, ну, это так и есть. Я даже не хочу никого переубеждать. В твоей картине это так. Да. Мы просто не попали друг в друга. Бедная Жанна Вадоева, она все время в интервью говорит, что ее постоянно хейтят за ее голос. Она говорит, ну, простите, но я ничего не могу с этим делать. Я родилась с ним. Ну, простите мне. простите мне этот дефект. Это может быть, правда, всегда голос может быть нашей особенностью, врожденной. Мы можем что-то докрутить. Мы же не знаем, с каким голосом она родилась. Мы не знаем, какую работу она проделала. Может быть, это максимальный результат из возможного. И все. Это знаете, как когда мы видим человека, женщину, мужчину, неважно, который весит, не знаю, 90-100 килограмм, да, в инститете, где угодно, открываешь комменты, сразу волна хейта, сразу жироба, сразу ест. Но ты же не знаешь, сколько усилий стоило быть может от 130 до 100 дойти, чтобы в этом состоянии быть сейчас. Ты этого не знаешь, но ты тупо вешаешь ярлыки, потому что так проще. Поэтому в случае с той же Жанной, это ее фишка. Да, ее хейтят, но ее всегда узнают. Всегда. И если человеку не за что в ней зацепиться, кроме как за голос, он не смотрит ее программы, ему не интересен контент, ну, то, к сожалению, это просто не его целевая аудитория. Новая этика. Что это? Что это? Что такое новая этика? Что это такое? Она вносит свои коррективы во все. Да. Сейчас, да, мы должны уже думать о том, что мы говорим, как мы говорим, про кого мы говорим. Вот у спикеров новая этика внесла какие-то коррективы. Вы чувствуете в своих выступлениях, в том, как вы учите своих слушателей? Вообще, что-то произошло с этим? Или... Давайте в понятиях разберемся сначала. Что мы подразумеваем под новой этикой? Мы подразумеваем сейчас аккуратное отношение к любым сексуальным меньшинствам, обозначения их. Мы не можем уже говорить о том, что это чернокожие, потому что мы не можем уже так говорить. И вот, соответственно, исходя из этого, вы каким-то образом свои курсы, там, курс или выступление корректируете? Как армянская девочка из Беларуси, опять-таки, я в детстве чувствовала, что такое не быть таким, как все. Я не скажу, что меня хеетили, жестко как-то прессовали и так далее, но были моменты, их было достаточно, когда я понимала, что, ну, а как тут не понять, что я, собственно, отличаюсь от Оленьки, Катеньки и прекрасных, светловолосых, голубоглазых девочек и мальчиков. И иногда мне за это прилетало. И во взрослом, в осознанном возрасте тоже. Поэтому я всегда была очень корректна в принципе в выражении себя и в какой-то оценке и реакции на других людей. Я никогда не скажу жаробас, потому что я так не думаю и потому что, когда я вижу человека с избыточной массой тела, в первую очередь я могу подумать, например, о здоровье. Потому что мой супруг врач, его мама врач, все врачи. Я думаю про это. Ну, у меня какая-то такая связка, а не про то, что, наверное, гамбургеры трескать. Мне все равно, что он ест. Мне абсолютно все равно, кто с кем спит, потому что у меня есть прекрасные друзья, как сейчас принято говорить, нетрадиционные. Сексуальные. Да, в общем, кто как хочет, пусть и живет, мне абсолютно все равно правда. Не потому что я не хочу туда смотреть, просто мне не кажется это интересным. Это не, мне не кажется, что мне нужно совать туда нос. Человеку стоит совать нос в свою тарелку, в свою постель и в свой дом. А лезть куда-то и где-то что-то там перемывать и думать, а как-то так красиво подать, да нет. Ну, в слове гея нет ничего такого. Ну, он гей, он любит мужчин, класс, ему хорошо, замечательно. Ну, это просто, ну, некий параллельный мир и, ну, моя тема, скажем так, другая. Да, поэтому я всегда за то, чтобы у человека была все-таки возможность самовыражаться. Я не думаю о том, как бы так не обидеть и сказать, что человек, например, там с ограниченными, нет, ограниченные возможности нельзя сказать. инвалидность нельзя. А я как журналист, я очень много делала интервью и общалась давайте для начала с людьми в инвалидном кресле, которые говорили «Мы инвалиды!» И все. Потому что на самом деле для многих героев моих интервью, я за всех отвечать не буду, ну, не так важно, как их называют, а важно то, что в городе нет безбарьерной среды, и он своего пятого этажа не может спуститься в магазин на первом этаже. Вот это важно, а не эта красота. Люди с ограниченными возможностями. когда мы на словах красивые, ну, да, окей, кому-то это хорошо, но мне скорее важно, чтобы ты на улице не прошел мимо человека и помог. Когда ты видишь человека с белой тростью, он слепой, он не может. Я всегда подхожу и спрашиваю, может быть, помочь? Мне плевать, что он подумает обо мне, там, прицепились или еще что-то. 9 и 9 из 10 говорят, да, спасибо или нет, не нужно. Но очень редко кто подходит. Поэтому вот в стремлении быть белым, пушистым, в белом пальто, мне кажется, очень легко из доброго превратиться в добренькую го. Мы не говорим, ну, в общем, мы все не говорим, мы пытаемся жить в мире максимально толерантным, максимально толерантным в мире розовых пони. Ну, как по мне, человек все-таки в действии проявляется. Это абсолютно точно. Поэтому, как персонаж, который разно испытывал на себе, как сказала моя подруга однажды, это было очень забавно, говорит, а мы с ней дружили, ну, класс, наверное, с шестого. И до сих пор дружил. Каспарова, а ты хач? Я говорю, вообще да. И потом, когда я ей рассказала, что в слове хач нет ничего ругательного, и хач это вообще крест по-армянски, и потому что армян, так как христиан, называли не христиане, то есть ты говоришь хач, и все понятно. Да ну! И это было очень забавно, потому что люди, когда про это узнают, или пытались когда-то где-то меня подколоть, или обидеть, сказали, хачи. Я говорю, вообще-то да. И как-то сразу неинтересно становится. Сразу неинтересно, сразу все сломалось. Да, да, да. Поэтому для меня человек в первую очередь проявляется в каких-то делах и действиях, мне не важно абсолютно сколько он весит, у меня даже, как он живет, с кем спит, у меня нет мыслей, а как так вот красиво упаковать, потому что я обращаюсь не к форме человека, не к его телесности, а к тому, кто он. У нас на курсе всегда очень разные люди, и мне все равно, как я не по социальному статусу, как с кем живут, мне важно, чтобы он проявился так, как он хочет. Я всегда ему готова в этом помочь. Все это главное. Остаться ли друзьями со своей подругой или все-таки указать на то, что она неправильно что-то сказала или поправить, или сказать, давай-ка приходи ко мне на курс. Вот для вас. Я никогда не даю непрошенных советов. Мне это важно. Или, если человек приходит ко мне и говорит, я как с тренером с вами хочу поговорить, тогда я спрашиваю, могу ли я, если что, давать уже в моменте тебе обратную связь и где-то поправлять. Да, да, конечно, все супер. Но, а, если мне это не работа, вот диалог и сказать подруге, слушай, тут вот ты сказала, звонит, вместо звонит, торты-торты. А, она меня не просила, б, она не заказывала моих услуг, цены мне за это не платит. зачем я должна вмешиваться в пространство человека. При этом, если она близки мне товарищей, она скажет, слушай, я иду на работу устраиваться. Вот в первом квартале у нас было, и я понимаю, что квартал ее убьет на собеседовании. Я тогда могу позволить себе сказать, опять-таки, как-то очень аккуратно, потому что, ну, дружба дружбой, ну, кто я такая, чтобы таким вот образом вылезать в пространство человека. Все зависит от подачи. Когда ты делаешь это с разрешения, это одно, но когда ты превращаешься в комментатора или хейтера, не хотелось бы, конечно, обижать никого, но вот я делаю этот салат, с яблочком, называю его маэстро. А тебя спрашивали? Это очень важно. Это то, с чем сталкиваются и с чем боятся столкнуться. Многие люди, когда выходят в публичности, например, забудут свои аккаунты. А что они скажут? А вот мне написали там хейтерский коммент, и мне часто пишут, что, ну, у вас же блог, вы же должны быть готовы к тому, что... Готовы, да, да, конечно. Я говорю, ребят, а как моя публичность связана с тем, что вы позволяете себе по-хамски общаться? Вообще никак. То есть то, что я, скажем так, известна в определенных кругах, не развязывает тебе руки. Это две параллельные вещи. Это первое. Второе. Окажусь мы где-нибудь в кафе. Неужели ты подойдешь и скажешь, слушай, что ты кривая, косая, голос мне твой не нравится? Нет, почему? Потому что ты схлопочешь от меня или от моего спутника, кто бы ни был, тебе смелости не хватит. Поэтому, с одной стороны, онлайн-пространство это шикарное, широкое поле для проявления, с другой стороны, всегда надо быть готовым, что найдутся те, кому не хватает смелости на честный диалог, но хватает только иголочек для того, чтобы сидеть и колоть. Вопрос в другом, насколько это референтное для вас мнение? И это условная баба Дуся в виде обезвеченного аккаунта, закрытого, мама семерых котов, счастливая мамочка и жена, счастливых ангелочков с хвостами, насколько это мнение, которому ты можешь, хочешь доверять. И на самом-то деле, не в хейтере дело, а в том, что в тебе это пробуждает. И это может быть повод дойти до терапевта и покопать, и найти вещи, которые тебя очень долго тормозят. И вдруг ты обнаруживаешь, что ты зависишь от общественного мнения, а тебе важно, чтобы все говорили, что ты хороший. А зачем оно тебе? И спасибо тому Васе, который взял и облил тебя фекалиями. Вдруг без тебя я бы не дошла вообще до решения этой проблемы. Золотко, спасибо, в бан тебя, я пошла разбираться. Поэтому такая вот история. С подругами это одно, с подписчиками другое. но в целом я за то, чтобы мы, личные границы, такое пошлое слово, у нас сейчас любое движение, любое движение, любое слово, уже все обошло. уже даже любое нападение на другого человека, я всего лишь обозначила границы. Нет, я за то, чтобы мы себя защищали тогда, когда это надо, и имели смело себя проявить. Ну и в финале, и сейчас использую это слово, самый удачный кейс. О, мой бог. Кейс. Да, мне хочется, чтобы вы вспомнили, мы уже проговорили про девушку, которая с заиканием взяла слово, и это было фантастически, но вот есть реально какая-то история, вот человек пришел просто с минусом абсолютным, и после вашего курса вышел, и вы до сих пор ее приводите в пример, потому что это фантастическая трансформация. Знаете, лучшим реабилитологом в истории человечества был Иисус Христос. Только он мог сказать, встань, иди, и люди вставали, и шли. Таких кейсов много. Не кейсов, людей, таких историй, трансформаций. Там нет истории про имя человека не могу называть, но там он... Нет, это люди, которые вот рядом с нами. Это бухгалтер, это учитель. И для меня каждый раз это одна и та же история. Когда ты считал себя маленьким, и мне нельзя, и ты работаешь условно за тысячу рублей в час, за пятьсот рублей в час. А потом вдруг, пройдя путь, проанализировав себя, найдя в себе эти сильные стороны, понимаешь, что так я же могу больше, я же ценнее. И вот эти истории в хорошем смысле под копирку. И для меня вот это самое ценное, потому что, по сути, работая с двумя с половиной тысячами человек, как у нас было на прошлом потоке, я работаю с одним человеком, который, а я не знаю, мне можно или нет, а как мне сказать, да вот, ты можешь, тебе можно, иди говори. Поэтому это одна большая история трансформации. И дальше это очень разный эффект. Кто-то блок решается запустить, кто-то получает повышение, кто-то идет договариваться о повышении, и впервые открывает рот в общении с руководством, потому что, а почему это нет? А кто-то говорит, знаете, на собеседовании, а вот нет, я подумал, я не хочу соглашаться на эту должность, она мне не подходит. То есть, месяц назад он аплицировался, а сейчас вдруг понял, что он достоин большего, и ему парадоксальным образом отвечают, а мы знали, что ты не согласишься, потому что твоим опытом, конечно, нужно больше. Представьте, они мне так ответили. Я каждый раз это читаю, у меня мурашки, правда, потому что вот это самый классный результат, когда ты вдруг понимаешь, что ты больше. И да, не у всех и не всегда меняется голос вот с такого на такой. Это не задача. Задача в том, чтобы человек научился проявлять себя, управлять впечатлением о себе и договариваться с другими. Вот это для меня самый классный результат. Спасибо огромное. Спасибо вам за приглашение. Спасибо. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Помните, главное, что вы тренируетесь. Быстрых результатов все равно не бывает, а вот причин не заниматься вообще миллион. Это будет глобальный мастер-класс. Не сомневайтесь, делайте то, что вы делаете, органично делайте. Если кадр не настоящий, если он фальшивит, это всегда сразу видит зритель. Так что я думаю, что тем много, все эти темы выстраданы, все эти темы не из книжки, а из практики. Единственная причина, по которой вы можете выбрать это дело в качестве своего основного, не иметь возможности его не делать. Я Евгений Коган. Я Алина Герман. Мы Дмитрий Иоанна Городжи. Я Александр Зилов. Я Андрей Лоскутов. Я поделюсь с вами своими знаниями. Я поделюсь с вами своими знаниями. Я поделюсь с вами своими знаниями. И мы поделимся с вами нашими знаниями. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова